Перед государством. Поэтому нам просто предлагают в лесу выловленного дикого медведя посадили в клетку и говорят, иди заходи в клетку и живи с ним дружиной. Подай ему лапу с этим зверем и живи дружно. Вот что такое Россия. Что представляет из себя чеченская оппозиция? Весь мир знает, что никакой оппозиции здесь не было, нет на сегодняшний день. Оппозиция должна иметь радикальную программу, свою общественно-политическую структуру, зарегистрированную, деятельность которой признана в правовом отношении, принята, признана в своей структуре, в подходах. Ничего подобного нет. Россия собирает всех бандгруппировки преступников России, их называют кличками оппозиционеры, вооружают их до зубов, платят им огромные деньги, отпускают на это несметные средства, просто немыслимые даже нормального человеку воображения. Танки, ПТРы, самолеты, грады, смерчи, ураганы, уголовщины, подготовка их за пределами республики на территории России, на специальных базах, военные специалисты России, спецслужбы России. И для примешки нескольких уголовников из чеченской национальности, и это называется весь винегрет оппозиции. Оппозиция по-российски, а по сути дела русизм. Обыкновенный русизм страшнее фашизма, нацизма, расизма, всех человеческо-ненавидческих регионов, возведенных в высший ран государственной политики России. Русизм страшнее фашизма. Когда фашизм пошел по Европе и миру, и наступил на хвост России, она первая заголосила, спасайте весь мир. И весь мир пришел на помощь в борьбе с фашизмом, и сами немцы пришли. И сами немцы отвергли первые. Фашизм и весь мир отверг. Эту чуму. А теперь, когда русизм уничтожает целые народы и сметает с лица земли, причем выбирая самую беспомощную жертву. Всю историю России она выбирает самую беспомощную жертву. На полное физическое уничтожение и реалистическое устрашение мира. Вот какие мы где сильные, мощные, что мы можем, какие коварные, злые, хищные. Нагорный Карабах вычленили и уничтожили полностью это образование. Далее пошли Абхазию, вычленили из Кавказа, из Грузии, уничтожили весь потенциал. Войну с Грузией, Армению с Азербайджаном, а по сути дела российские спецслужбы, российские войска, российское вооружение, российская техника. Южная Осетия вычленили, уничтожили. Северную Осетию, Ингушетию, вычленили. И физическое уничтожение целых народов. Насилие, смерть, кровь, уничтожение народного потенциала. Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело, бежало, значит, на подписание договоров, которые она никогда не соблюдала, не будет соблюдать и не мыслит. Как только укрепится, так начинает снова, вычленяет самого слабого и начинает над ним издеваться. Такова Россия, империя зла. Империя зла, как была, есть и остается. Хищность свою, алчность, беспощадность, бездуховность, безнравственность продемонстрировала на чекне. Субтитры создавал DimaTorzok